Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Я могу сказать о спектакле, который мы оставим, он будет очень специфический. Такого мы с театральной студией еще никогда не делали. Мы играем обычных детей, которые были такими же, как мы, только раньше, которые писали очень хорошие стихи. Не всегда поверишь, что это могли написать дети. А он старался, ритмовал, ничей, ничей, и эту ритму выцарапывал в письме! Идея была постановки поэтического спектакля, но непонятно было, на какой теме это все завязать. То есть была идея объединить это стихи о театре, потом это стихи о музыке и сделать какую-то литературную, музыкальную композицию на эту тему. И когда появился материал, именно детский материал, о детях-поэтах, фактически документальный материал, эта идея как-то приняла все-таки более такой реальный, что ли, правдивый оборот. Это случилось в один из февральских четвергов 1972 года. Они ждали меня в доме пресса на фонтанке, в 448-й комнате. Че-ты-ре-ста-сорок-восьмая, где Вячеслав Абрамович ходит. И ходит, и стулы скрипит, и хлопает дверью, и улыбается вовсю 448-й. Первые воспоминания у меня есть. Я вошла, уже было много ребят, и, значит, Вячеслав Абрамович спрашивает, кто такая. Вот, чуть-чуть мне конвертик показывает. Вот, и первый вопрос он задает, значит, а ты я бедничать умеешь? Нет. Научу. У меня селось научиться. Я открываю дверь, у меня так прям дрожь в коленках. Я открываю дверь и смотрю, бумажные самолетики. Вот, видимо, еще занятие не началось. И нам вот сидит кто как. Кто-то вот так, как я сейчас на окне, кто-то на столе. И меня сразу отпустило. Все мои какие-то детские срахи, они все сразу прошли. О, 448-я. Где Сева? Сосредоточенно смотрит на розетку. Как будто хочет засунуть туда. Два пальца из инфидента. Ну, я вот писал газету «Ленинские искры», да, и, значит, я узнала оттуда, что вот есть такой поэтический кружок. Я писал стихи, но я думал, что, ну, вот для того, чтобы, значит, стихи понравились, так сказать, в «Пионерской газете», они должны быть вот такими, как бы, официальными, да. И я написал довольно быстро, значит, целую цифрадку каких-то стихов, там, про дружбу, про природу, значит, там, про собаку, да. Абсолютно шаблонно штампованно. Но когда я пришел сюда и увидел, что здесь происходит, услышал, да, какие стихи читают дети, то я эту цифрадку не достал, да, и прочел там, вот, так сказать, те стихи, которые я писал для себя. Ты жива, ты не окаменела, ты плывешь, плывешь сквозь облака. Тебя ласкает караванна, ветра с моря жесткая рука. Напряглись волненья ванта струны, вовет ветер жадно паруса. Море катит весело буруны, под лаганки звезд большого пса. Не забудешь, как валы хлистали, влага беспощадная секла, даже на гранитном пьедестале, рядом с небоскрелом и стекла. Ты рвала форштефнем волны смело, ты была легендой кораблем, и тебе за это, каравелла, пост почетный в городе морском. Занятия представляли собой череду разнообразных игр. Некоторые из них были придуманы Вячеславом заранее, некоторые рождались в полуимпровизации здесь же, прямо вместе с юными участниками. Это было так увлекательно, смешно и познавательно в то же время, что я невольно посетовал на свою бездарную прожитую молодость. Если бы я в школе, будучи школьником, оказался в таком коллективе, может быть, из меня получился бы писатель. Я не режиссер. Пусть их не кричат, сбежавшие из урока, попали на концерт классического рока. Рану. Мы будем, мы будем рок-ю. Если бы кто-то писал стихи, которые нравились Вячеслава Абрамовича, то это была бурная радость, с криками, с просьбами повторить. То есть ничего не было от вот этого вот такого учительского «Ну ты молодец, ты молодец». Всех, значит, дежурно одинаково похвалить. Было понятно, что вот произошло какое-то сомнение, что вообще стихи – это самая важная вещь, которая у нас ведь и есть. И загорались глаза, и начинали читать эти стихи еще раз, и так далее. Я – Полина Махлина, и я очень похожа на некоторых из этой комнаты. Я так же зла на свой мир, на себя, на бессмысленные слова. Я не хочу просить пощаду судьбы. Я не хочу вешаться, но я помню, что существует смерть. Я пишу стихи, и иначе не могу. Я порочна, я такая, как есть. Но мой порог принадлежит мне, и я не поделюсь им ни с кем. Есть такое неправильное, на самом деле, понимание детских стихов, что дети должны писать, не знаю, стихи веселые, про солнышко, про природу. Нет, но это тоже было. Это остальное. Да, но вот это понимание того, что ребенок может писать стихи, не знаю, как Полина Борскова в 10-11 лет писать стихи, не знаю, про любовь, про смерть. Стихи, так сказать, предельно серьезные, основанные на таких вот очень жестких и трудных отношениях с миром. И это абсолютно нормально. Успойте! Каждый слышит, как он пишет, как он пишет, как и пишет. И не стараясь угарит. Здесь поем. Сниму. Как природа захотела, почему не наше дело. Я думаю, вот ваш интерес, вот неожиданный для меня, между прочим, к судьбе этих детей, к судьбе этой поэтической команды, он мне так приятен, он меня необычайно трогает. И я думаю, что как это все-таки вот необычно получилось, что мы продолжили свое существование вот таким невероятным, таким вот невозможным, казалось бы, таким счастливым способом. Вот это, вот-вот-вот-вот. Парень как-то возвращается совершенно оживает. Ну, 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 ладно. Вот он. Пошли. И вот мир, который остался на двери, он перестал совершенно существовать. И я не побоюсь этого слова, что вот этот шаг из коридора в эту комнату, это было самое значительное событие в моей жизни. Что все события, значительные, которые произошли потом, они выросли вот из этого шага. Однажды завтра мы поймем, как нам сегодня не хватало, как было нам ничтожно мало того, что было этим днем. Однажды завтра мы поймем, как был нам дорог день вчерашний. Но снова бьют часы на башне, и снова в завтра мы уйдем. Субтитры создавал DimaTorzok